Позвольте продолжить хирургическую волну докладов. Я хотел сказать спасибо Виталию Викторовичу за вопрос. Я его дополню, как раз, дополню ответ за мерами. Не выбиваясь из режима. Не выбиваясь из режима. И чтобы говорить о лимфоденоктомиях, что биопсии, что диссекции, нужно понимать историю взаимоотношений с лимфоузлами. Как уже говорили, что в начале 20 века сформировалось совершенно четкое представление о моноблочных иссечениях. Слава Богу, с течением времени и накоплением данных подход поменялся. И проводились исследования, начиная с 70-х годов, при этом рандомизированные исследования, показавшие то, что моноблочная лимфоденоктомия не улучшает показатели выживаемости. И в настоящее время, я просто ускоряю немножко процесс, в настоящее время мы что видим в отношении канцерегистров европейских? Меланома утончается на этапе определения. Она становится тоньше, это все чаще меланома инсита. С чем это связано? Конечно же, с адекватной диагностикой, ранним выявлением, проведением дерматоскопии рутинных. Этим занимаются дерматологи, слава Богу, а не только онкологи, обученные дерматологи. Прекрасно справляются с этой задачей. Уполняется адекватная биопсия, позволяющая определить не только диагноз, но и толщину опухоли, и стадировать процесс. Почему я говорю о стадировании? Потому что стадирование определяет дальнейшую тактику. Как мы уже не раз говорили, то, что меланома – это все равно системное лечение. Скоро мы, опять-таки, как говорил Георгий Иванович и Виталий Викторович, то, что мы будем ограничены в наших возможностях хирургических, мы будем выполнять, скорее всего, какие-то диагностики и циторедукции. По факту мы сейчас так и делаем – диагностики и циторедукции. И когда мы говорим о стадировании, надо понимать, что это колоссальный труд, захватывающий огромное количество случаев. И если мы коснемся последней классификации GCC, то что там изменилось и какие основные моменты? В принципе, ничего не изменилось. Изъездление по-прежнему играет значение большое. Притом, если мы обратим внимание на графики выживаемости, что более толстые меланомы, но без изъездления, выживают приблизительно так же, как более тонкие, но с изъездлением. Но это такие статистические особенности, которые позволяют также применить их в практике. Самый важный момент в отношении моего доклада – это стадирование по лимфоузлам. Есть очень важный нюанс. Если мы не выполнили биопсию сигнальных лимфоузлов, то мы не можем стадировать этот процесс. Мы должны ставить NX. Если мы ставим N0, то это только в случаях, если это будут тоненькие меланомы, тоньше 0,8. Таким образом, ну тут различные номограммы, для того, чтобы было легче ориентироваться в третьей стадии, которая определит дальнейшую системную терапию. Таким образом, где же место биопсии сигнальных лимфоузлов? Это все меланомы толще 0,8 мм. Все очень просто. Зачем это делать? Уже не раз сегодня говорили, зачем это делать? Для того, чтобы отправить пациента к химиотерапевту, он получил системную, адекватную, современную терапию. И обратимся к исследованиям одного из отцов биопсии сигнальных лимфоузлов Мортона, которая была опубликована в 2014 году. И этот метод довольно чувствительный. Он усиливает региональный контроль и влияет на меланомоспецифическую выживаемость. Опоследованно. Отдельно скажу об этом во время своего доклада дальше. И, естественно, при третьих стадиях, когда мы ставим, что у нас есть положительный лимфоузел, мы переводим пациента из второй стадии как будто бы. Ведь этот пациент прошел массу исследований. Это ультразнаковые исследования, это компьютерная томограмма. В ряде случаев МРТ, где мы не видим эти лимфоузлы оккультные. Раньше бы они также шли по первой и второй стадии. Сейчас они переходят в третью стадию и могут раньше получить системную терапию. Об этом нам расскажут наши коллеги-химиотерапевты. Слава Богу, у нас есть изменения в законодательстве. Мы получили такую возможность в специфической терапии. Это большое счастье как для пациентов, так и для нас. Потому что есть зачем работать, собственно. Приятных накопления радиофарм-препарата уже Замира Ахмедовна сказала о методике. Мы предварительно, опять-таки, это может быть после биопсии эксцезионной. Может быть на первичной опухоли. Отдельно скажу, наверное, в комментариях и вопросах об этом. И мы определяем зону накопления. Мы применяем радиоколлоиды. Это могут быть и просто коллоиды, и наноколлоиды. Зависит от случая и от наличия препаратов. По поводу IGC, это довольно интересная методика. Но в настоящее время, если мы обратимся к рекомендациям, коллоидного использования достаточно. Мы можем определить эту зону. У нас есть гаммафайндер. Мы можем определить этот лимфоузел, удалить его, отправить на исследование. Конечно, в ряде случаев можно дополнять иммунофлюоресцентный анализом около инфракрасного излучения. Тот, кто заинтересован в этом, конечно, будет это использовать. И в ряде случаев мы наблюдаем билатеральное поражение, и мы вынуждены будем выполнять биопсию с обеих сторон. Техника биопсии очень простая. Это не операция, это диагностическая манипуляция. Определяется лимфоузел, широкое исчение, удаляется группа лимфоузлов, которые мы определяем по излучению. При этом размер здесь не имеет значения. Это может быть милипусенький лимфоузел, который будет копить радиофармпепарат очень серьезно. Может быть большие лимфоузлы, которые будут копить намного меньше. Но наши морфологи дадут нам уже ответ, есть ли это микрометастазы или нет. Опять-таки, основной нюанс биопсии сигнальных лимфоузлов, то что все эти пациенты проходят до операционного обследования. Это все клинические оккультные лимфоузлы. Следующий острый вопрос, горячо обсуждаемый на хирургических сессиях, это можно ли делать биопсию сигнальных лимфоузлов отсроченно? То есть, когда уже выполнена эксцессионная биопсия или широкое исчечение по месту жительства. Современное представление и современное исследование говорят о том, что это делать можно. И в отношении чувствительности метода нет никаких практически поправок. И в отношении выживаемости у нас нет изменений. Это диагностическая процедура. Она не теряет своей чувствительности с течением времени. Есть определенные нюансы в данном исследовании. Там значительно меньшее количество пациентов, но там была другая конечная точка исследования. В данном случае исследовалась меланомоспецифическая выживаемость. Чем раньше мы сделаем биопсию сигнальных лимфоузлов, и это очевидно, тем лучше будут показатели меланомоспецифической выживаемости, тем быстрее мы начнем терапию. Но опять-таки другие исследования также подтверждают, что отсрочка даже до 2-3 месяцев, и не только в такой развивающейся стране, как и у нас, но и уже в развитых странах есть отсрочки в биопсиях. Они тоже сталкиваются с этой проблемой, то что по месту жительства выполняется эксцезия, панч биопсии драматологами, и только спустя некоторое время уже специализированных центров выполняется биопсия сигнальных лимфоузлов. Поэтому я считаю, что надо. Надо выполнять отсроченную. Если у нас есть толстая меланома, надо делать биопсию сигнальных лимфоузлов. Нюансы только в пластике. В той пластике, которая была применена при закрытии дефекта при первичной биопсии. Если это эксцезионная биопсия, стандартное сечение, практически не меняется лимфооток. Об этом говорит и исследование. Если там ротационная пластика, конечно, чувствительность биопсии сигнального лимфоузла будет нарушена, и тут можно задуматься насчет информативности этого исследования. Представляющего. Выполнять ли тотальную диссерцию после положительной биопсии оккультного лимфоузла? Вопрос Виталия Викторовича. Опять-таки не буду заходить на территорию головы и шеи, благо у нас есть. Да, интересная территория. Но меланома есть меланом. И есть исследования, в которых, опять-таки, то, что говорил Замир Ахмедович, совсем немного исследований, которые бы касались только головы и шеи. Да, вот совсем немного. Все остальные касаются просто меланомы. И в этой корзине все меланомы. И головы и шеи, и туловища, и конечностей. И если мы обратимся исторически к тому самому исследованию Мортона 2014 года, и в данном случае, опять-таки, конечная точка исследования была немножко другая. Выделяли две группы пациентов. В первой группе были положительные сигнальные лимфоузлы, и после этого сразу же выполнялась биопсия, тотальная лимфодиссекция. И вторая группа, при которой не выполняли биопсию сигнальных лимфоузлов вовсе, и ждали клинически измененных лимфоузлов. Конечно, разница выживаемости будет, но это очевидно, потому что пациенты, которые прошли диссекцию, и они рестодировались, они раньше получат специфическую терапию. В настоящее время есть два дополняющих рандомизированных исследования, на которые ссылается НССН, кстати говоря. Это ДКОК, довольно известная рандомизированная исследовательная, касалась селективной диссекции при положительных лимфоузлах. Разницы нет. То есть, если мы получили положительный ответ при биопсии сигнальных лимфоузлов, подмышечный, паховый, не буду говорить про голову и шею, раз такая история, то... И мы удалили эти сигнальные лимфоузлы, выполнение тотальной диссекции в данном случае дискутабельно. Оно не дает никаких бенефитов в отношении выживаемости. То же самое говорит и второе исследование, продолжение первого, четырнадцатого года. Вот уже эндпоинтом которого было именно отношение к тотальной диссекции после положительных лимфоузлов. Нету никаких преимуществ. Поэтому, ну, пока я не говорю за всех, но я применяю такую тактику, что если мы получили положительные лимфоузлы при биопсии сигнальных лимфоузлов, я не рекомендую выполнять тотальную диссекцию с учетом, что этот пациент полностью обследован, у нас все лимфоузлы оккультные. Мы дальше отправляем к нашим коллегам-химиотерапевтам, которые будут заниматься уже современной иммунотерапией, ну и в зависимости от показаний брафтерапии. И, как раз об этом хотел сказать, если это клинический позитив, не надо путать понятия. Клинически измененный лимфоузел и оккультный лимфоузел, который был подтвержден при биопсии сигнальных лимфоузлов. Клинически измененные лимфоузлы нуждаются в диссекции. Естественно. Но надо помнить по поводу осложнений лимфоузел и диссекции. В отношении того, как раз таки применять диссекцию при положительном лимфоузле или нет, взвести все минусы и качество жизни пациента. Потому что все-таки основной тренд 20 века это качество жизни пациентов и их выживаемость. Мы всегда идем между каких-то двух огней. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Григорий Владимирович. Мне хотелось задать вам вопрос. Спорный вопрос. Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению морфологи, сколько среза должно делать удаленного лимфоузла? Спасибо, Григорий Владимирович. Коварный вопрос. За ваш коварный вопрос. Ну да. Многосрезовые, многоэтапные срезы, но они включают, если мы говорим о нормальном среднем лимфоузле, порядка 200 срезов, насколько я знаю, по исследованиям кабинетным. Совершенно верно. Естественно, на практике провести 200 срезов, ну это что-то невероятное. И, конечно, мы понимаем, что чувствительность метода, ну любой метод обладает своей чувствительностью. И патоморфологическое исследование тоже обладает своей чувствительностью. Если они делают 50 срезов или 20, или 4, это таки большая разница. И мы должны понимать, каким морфологам мы отправляем, насколько добросовестно они работают. Есть еще даже нюанс в отношении морфологического исследования материала. Почему я показал тот слайд про разные лимфоузлы? На милипусеньких, которые выглядят как жировая долька. Потому что мы отправляем свой материал, это как совет хирургам определенный, когда мы отправляем свой материал на исследование, мы должны его метить обязательно. Нельзя отправлять то, что Билла Мира Ахмедовна, блоком его, чтобы они сами выделили. А мы вообще не должны блоком-то удалять, мы должны удалять отдельно лимфоузлы. Потому что иногда в других учреждениях я видел, когда блочные, где что-то светится, мы делаем биопсию сигнальных лимфоузлов, а не локальную диссекцию, где что-то насветило. И как раз таки ICG и другие методы позволяют дополнить излучение, которое мы видим. Поэтому это детализация, но мы должны отправить отдельные лимфоузлы, метить их, потому что лаборант в силу своей загруженности и он не знает тот материал, который к нему пришел, он может это отсеять, не пропальпировать, не вырезать этот лимфоузл. Они должны быть промаркированы, тем самым повышаем чувствительность также этого исследования. Спасибо, Владимир Витальевич. Григорьевич, вообще в унисон просто тут важно понимание. Вот мы транслируем сейчас там множество уже центров сигнальные лимфоузлы, но тут принципиальный момент. Во-первых, поменялась классификация. Вот тут важно сосредоточиться, что теперь отражение доклада, то, что мы не можем не стадировать, мы не можем провести, не проводить биопсию сигнальных лимфоузлов. И тут действительно все становится достаточно очень принципиально. То есть по большому счету мы должны дать отображение, что не все центры вообще готовы делать сигнальные лимфоузлы, только те центры, где доступен гаммафайндер, галлоиды. Ну ладно, с гаммафайндером, да, технофит. Да, все. То есть, грубо говоря, мы убираем из наших регионов России еще 80% клинь. Ну, однозначно. Москва, 62-я больница, остро стоит вопрос, прекрасные хирурги, прекрасный поток пациентов, да, но у них остро стоит вопрос сигнальных лимфоузлов. Они не знают, как доставить препарат к ним в центр. Логистика Москвы, оно не позволит, например, где-то провести и приехать там в 62-ю больницу это выполнить. То есть, опять же, но это ключевое значение, да, опять же, пересмотр препаратов, это рутинность, да, то, что, почему я все-таки замеру Ахметовну, да, вот прицельно, а у них определение сигнальных лимфоузлов, это еще вообще просто край, с которым можно вот встретиться и принять решение. Потому что вот по поводу этих публикаций, ну, их мало, но они настолько вот как бы обратно противоположны, и кто говорит, что действительно микрометастаз найден, и если он где-то там не засветился, все равно ищите, и так далее, да, и принципиально они говорят, все-таки делайте лимфодисекцию, другие наблюдайте, то есть, вот здесь опять все данные расходятся. Потом по поводу самой методики, она тоже непростая, но иногда она может превратиться в ужас. Да, под лопатку, Да, под лопатку, при том вес пациентов с ожирением, просто, ну, вот можно стоять и типично, вот у тебя 600 там на датчике бьет, и ты вот этот ищешь узел, ищешь узел, да, и на тебя стоят все вот молодые специалисты, например, и смотрят, найдешь ты его? Вот просто, я столкнулся на мастер-классе, проводя, это, я думаю, у меня, ну, просто у меня холод по спине, да, я так бодро поставил датчик, при том с кожи поставил датчик, у меня отмечена была точка, все, мы сделали разрез, пошли, нет, Георгий Иванович, все, глубже, нет, вправо, влево. А что при этом Андрей Владимирович почувствовал? Андрей Владимирович тоже испарину почувствовал, но все-таки мы нашли микрометастаз, отдали патоморфологам, да, они посмотрели, но дальше еще веселее было, когда патоморфологи окончательное заключение прислили, что в микрометастазе меланомы не обнаружено, пристрочную мы обнаружили, при окончательной мы не обнаружили, но я просто всегда честно говорю, вот белое, черное для меня. Я могу объяснить. Вопросы давайте, вопросы ответим. Понятно, я просто, это можно объяснить, да, но я просто говорю, что это, ну, нельзя такое отношение там простое иметь, поэтому я просто в аудиторию. Поэтому не надо делать срочные исследования в данном случае. Хорошо. Они портят материал просто и все. Есть очень хорошая фраза патологоанатома, материал в процессе проводки растворился. Да, Это еще, да. А у меня вопрос к аудитории. Уважаемые коллеги, поднимите руку, где делается биопсия сигнальных лимфоузлов при меланоме. Все, вот вам ответ. И обратите внимание на последний слайд Зиновьев Григорий Владимирович. Он оставляет свою электронную почту. Да, всегда оставляю. Замира Ахметовна тоже оставила свою почту. В Институте онкологии имени Петрова есть все возможное для того, чтобы делать биопсию сигнальных лимфоузлов уже даже после проведенной операции. При всех локализациях. Да, при всех локализациях. Мы сегодня говорим о меланоме. Это актуально. Как мы будем назначать одевантную терапию дорогостоящую, когда мы неправильно стадируем заболевание? Пожалуйста. Краснодарский онкодиспансер. Вот в свете вашего доклада я хочу задать несколько вопросов. Первый вопрос. Вот с учетом новой классификации, не имея допустим в нашем центре биопсии сторожевого лимфоузла, можем ли мы дальше вообще продолжать хирургическое лечение? Это первый вопрос. Второй. У нас в центре оперируется около 500 меланом каждый год. Можем ли мы вам их все направлять на биопсию сторожевого лимфоузла в последующем? Спасибо. С учетом того, что сейчас институт Петрова является нашим головным учреждением в плане нашей курации. Я отвечу с удовольствием. На последний вопрос. Конечно, отправляйте. Но смотрите, тут дело такое именно в отношении того, что это мультидисциплинарный подход. Вы же сами об этом говорили. Надо обучать безусловно. Должны быть техническая база, должны быть морфологи и вы сможете это делать по месту жительства. То, что вы имеете сейчас, то, что у вас нету возможностей, так отправляйте. Это будет не 500 больных, это будет из 500 будет 400 с узловыми формами, с метастазами вполне возможно уже клиническими и они уже не будут нуждаться в биопсии сигнальных лимфоузлов. А часть из этих 400 будет тонкими меланомами, которые... Ну так как вы думаете, мы же в реальных вещах говорим, действительно 500 неправильно стадируется, что это правда, так и есть. Мы живем там, где живем. Я думаю, те аудиты, которые сейчас проводят институт онкологии, выезжая в разные регионы, он нам как раз поможет и навести мосты, и провести какие-то определенные курсы, и часть больных взять на себя. Сергей Анатольевич, мы не собираемся у вас забрать хлеб, поверьте нам, но тем не менее выход из положения какой-то должен быть, больные должны адекватно получать лечение, в конце концов. Поэтому мы с вами наведем контакты более тесные, вот и все. Так же, как и Республика Крым, которая сидит здесь, правда? Такая простая манипуляция, это техническая составляющая. Но дело в том, что у нас нет соответствующего оборудования, у нас нет физической лаборатории, которая бы могла заниматься хранением, утилизацией радиофармпрепаратов. Это уже организационно. Да, да, да. Так вот, мы и говорим об этом. Так, об этом и речь. Мы будем это делать. Когда у вас появится, вы будете это делать. Почему в карманах раньше возили красительные хранители, а дальше, там, при операции Сергей Максим и Янович вальше поднималось. Да, да. Олег Леонидович не именно обнимался и приводит к Алексею Степановичу. Он сейчас ставит вопрос. Он тут даже не один, а больше ставит вопрос от России, который проще и депустим. Тут вопрос статистический. Сейчас, одну секунду, Георгий Владимирович. Дело в том, что этот вопрос выходит за рамки нашего компетенции. Не, не, не. Это все идет речь о препаратах, которые официально зарегистрированы в Российской Федерации. То, что не зарегистрировано, мы не можем и не можем никому рекомендовать. А то, что сотрудники института занимались, сотрудники института занимались контрабандой, Виталий, не надо это пропагандировать. Я не говорю о пропаганде, что нужно как бы привозить. вопрос о том, что возможно лаборатории, отечественные лаборатории, нужно ставить перед ними задачу. Вот вы национальный центр, вы должны поставить так задачу при лаборатории, чтобы они сделали отечественный препарат, который может способствовать. Я знаю о таком препарате, который появляется в Томском научно-исследовательском институте. Скорее всего, он появится у нас на рынке. Поэтому спасибо за напоминание. Два слова комментария, коллеги, возможно, это будет интересно. На этой неделе зарегистрирован коллоидный радиопрепарат на ТОП в Российской Федерации. Прекрасно. У нас уже есть нано-коллоид свой. Вот. Сейчас еще пять минут есть еще какое-то сообщение. Евгений Сыренович как раз об этом говорил на последней конференции по редким опухолям. Ну вот видите, да, замечательно. Вот одна проблема уже решила.